28 августа 2021 года, суббота, 11 часов дня. Село Овсянка, городской округ, город Девногорск. Сегодня празднуется день рождения села, и мы посмотрим. Сходим и посмотрим. Основные праздничества будут в сельской библиотеке имени Виктора Петровича Оставьева. А это вроде как начало торжества. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Таффьева и около двух деревьев, около двух рябин, посаженных во время посещения первым президентом России Ельцина. Я был очевидцем этих событий. Я обязательно расскажу вам об этом, свою точку зрения, свое видение. То, что я увидел. Это вот рябина, посаженная Ельциным. Это вот Виктором Петровичем Оставьевым. Ну, у нас была информация, что будет в 12 часов, но потом пришла дополнительная информация, что будет в 11 часов. Я как бы вот подбежал сюда в 11 часов. Ну, посмотрим пока что еще. Вполне могут и, скажем так, и ошибиться со временем. Ну, вот мы... Тут вот такая выставка есть. В основном Виктора Петровича Оставьева. посвященная. Ну, в принципе, так оно и есть. О, вот видите, тут та фотография. Вот где-то там сзади, вон, видите, в очках человек. Это, вероятно, я. Ну, так вот. Ну, и основные мероприятия проходят в литературном сквере. Кстати, очень хорошее местечко. Немноголюдно, как, впрочем, и на всех мероприятиях организованных. Как сказать? Я не знаю, кем они организованы так, что народу было поменьше. Ну, вот я сейчас здесь, и я вам покажу все это. Ну, конечно, не только я, но вот еще люди с фотоаппаратами и с видеокамерами. Я думаю, что это стоит, это будет эффект присутствия. Как будто бы вы, на самом деле, были здесь. Так. То есть, это вот история. Дорогая морозня, вот скоро возьмем Севастополь родной. Ой, тебе дорогая морозня, вот скоро возьмем Севастополь родной. Ой, тебе дорогая морозня. Так. А у меня бутыляром стерлась камера. Я ошибся, я ошибся, дезинформировал вас, что время будет в 11 часов. Нет. Начало праздничества будет, как и планировалось, в 12 часов. Это просто я тут, шило у меня в одном месте побежал. Вот примерно так вот выглядит литературный сквер при библиотеке музея имени Виктора Петровича Асташьева. Все, все уже стоят на низком старте. Там вот эти певцы. И танцоры и певцы. Народные артисты. Добрый день, дорогие друзья. Дорогие свечане. На самом деле, я вот когда сегодня ехал, очень много думал о том, что хочу вам сказать. Потому что для меня четко понятно, что овсянка – это душа. Душа не только Демногорского, но и Красноярского окраина. И те традиции, которые сегодня есть и живут здесь, которые из поколения в поколение, семью всеми придаются. Это уникальная возможность сегодня для молодых ребят, для тех, кто встанет в сцени. Это все понять и прочувствовать. Ну и, конечно же, сегодня было сказано, что это большой труд. Большой труд людей. Потому что село появилось на труде людей. Оно развивалось на этом труде. Ну и, конечно же, все лучшие традиции и их передача – это большой труд. Люди, которые здесь живут и жили – это огромная ценность. Огромная ценность для не только Демногорского, но и всего Красноярского края. Эти фамилии знают в разных уголках Красноярского края и нашей страны. То есть, буквально я вчера общался с своей одноклассницей, которая выросла в селе Овсянка, из нее Бетевкиных, и она уже давно живет в Москве. И каждый раз приезжая, она затягивает меня сюда, потому что она говорит, поехали, поехали, поехали. Я говорю, да это… Я здесь работаю, постоянно нахожусь. А для нее первым делом приехать не в Красноярск, для нее первым делом приехать в Овсянку. И я уверен, что для всех, кто сегодня уже уехал из Овсянки, первым делом – это вернуться сюда, в родные края. Я вас поздравляю, благодарю вас за ваш труд. Ну и, конечно, с своей стороны говорю, что мы будем вкладываться, будем развивать Овсянку и будем делать так, чтобы все лучшее, что сегодня есть в Овсянке, сохранилось на многие года. С праздником вас! А мы начинаем церемонию честования наших дорогих земляков. Приглашаем Галину Николаевну Краснобровкину. Галина Николаевна. А у меня это уже второй телефон. Дети давятся. Ну и хорошо. Спасибо. Мне кажется, это мусор, она как раз отражает ту природу, которую мы видим вокруг себя. Это великая река, на берегу которой мы сейчас находимся. И следующую песню, которую мы хотели бы спеть, конечно, будет про любовь. Потому что ту песню, которую мы сейчас исполняли, это мужская песня, ее поют мужчины. А сейчас мы споем песню, которую поют женщины. Женщины всегда поют про любовь. Так, село Овсянка, городской округ. Ты мне все потом отправишь. Город Девногорск. Праздник села. 350 лет. 350 лет. Село. Вот так мы празднуем. Сегодня суббота, час дня. И над всем этим западные отроги восточных стоян. Была официальная часть, были поздравления. Вот там вон Мэр сидит с пробеженными лицами. Идет концерт. Сердцу больному шареная любовь. Только под старость ландейка подкралась. Сердцу больному шареная любовь. Сердцу больному шареная любовь. Сердцу больному шареная любовь. Сердце 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 больного шареная любовь. Сердце больного шареная любовь. Сердце больного шареная любовь. Продолжение следует...